книга открытым оком тема христос есть бог и истинный человек вопрос 50 верующие часто говорят если бог даст если богу будет угодно самых бытовых ситуациях и все казалось бы зависит только от воли человека где кончается воля божия и начинается воля человека отвечает игнатий тихонович и лапкин все что у нас есть нам не принадлежит римлянам 11 глава 36 стих ибо все из него им и к нему ему слава вовеки аминь послание иакова 4 глава 13 стих теперь послушайте вы говорящие сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль вы которые не знаете что случится завтра ибо что такое жизнь ваша пар являющийся на малое время а потом исчезающий вместо того чтобы вам говорить если угодно будет у господу и живы будем то сделаем то или другое вы по своей надменности тщеславитесь всякое такое тщеславие и зло и так кто разумеет делать добро и не делает тому грех на каждое дело надо просить благословение божие и очень стараться выполнить то что ты пожелал если она добрая добавляя да будет воля твоя если что-то не получается нужно найти причину и помолиться угодно ли это дело богу простые обыденные дела привычные проверенные ежедневно необходимые они и не требуют исследования но это все без его воли может не совершиться поэтому за все благодарите иногда ничего не делание когда люди пасуют и отступают перед малейшим препятствием пытаются приписать вмешательству бога не ища тому никакого подтверждения описывается случай жизни апостола павла на которые нет толкования но это было он не сидел на месте предпринимал попытку за попыткой и тогда бог дает откровение книга деяний 16 глава 6 по 9 стихи пройдя через фригию и галатийскую страну они не были допущены духом святым проповедовать слова васи дойдя до миссии предпринимали идти в финию но дух не допустил их миновав же миссию пошли они в троаду и было ночью видение павлу предстал некий муж македонянин прося его и говоря приди в македонию и помоги нам после сего видения тотчас мы положили отправиться в македонию заключая что призывал нас господь благовествовать то послание римлянам 12 глава 2 стих и не сообразуйтесь с веком сим но преобразуйтесь обновлением ума вашего чтобы вам познавать что есть воля божия благая угодная и совершенная послание эфесянам 5 глава 17 стих и так не будьте не рассудительны но познавайте что есть воля божия обычно к любому мероприятию нужно предварительно подготовиться ответив на четыре вопроса первое чего я ищу этим временного или вечного земного или небесного что об этом говорит библия что об этом говорит моя совесть не принесу ли я этим делом соблазна при положительном раскладе можешь приступать благословясь бог как он величествен велик цветут сады и окресты птиц органом посева зелень пожелтела в миг составились друг лысые кураганы не перечислить радуги тонов не переслушать переливы звуков нам наяву мозаика из снов рождения умирания муки разнообразия бесчисленны в подвидах в различных инфра ультра полосах пять чувств во мне старательные гиды под любознательностью чтоб я не зачах художники писатели и пахарь все ищут на вину где ковырнуть блеснуть открытием и люди будут ахать душа и ум обмыты в парную неведение сдирают в хирургии под слеповато пробуя мой стих я не умру за мной придут другие мой подвиг жизни перельется в них породу и подобию в природе так повелел создатель из начала похоже почти такое вроде то прокукукает а тут вдруг промычал разнообразны мы по образу владыки таланты блещу до гранями алмаза у каждого по-разному вези навоз арыки вокруг смоковницы порезы все замазать и в каждом на звуке цвете по семерке во времени беременности в духе но дьявол косоглазит в демоне и в черте слона раздуть клопа безбожья муху он ломится создать разнообразие в грехе но тускл и монотонен грех различия в партиях одной он мажет мазью фашисты коммунисты злобный брех господь дай им хоть каплю мази содрать с безумства пленку как от катаракты они рабы сей змей семиглавый князь их их идеал в желудочно кишечном тракте 21 мая 2001 год игнатий лапкин